Встреча с Бадюк 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 У меня не было особого шанса посмотреть сам город, но я встречаюсь с большим количеством людей и меня принимает фантастически принимает, мне очень нравится отношение людей ко мне и слова организовал замечательную встречу, мне все очень нравится. Ваши впечатления от города, вы здесь первый раз или нет? Да нет, я не в первый раз, я правда очень давно не был в городе, я очень люблю этот город, очень люблю архитектуру. Последний раз когда здесь были, помните? Вы знаете, был очень много лет назад, это не меньше чем лет 6-7 может больше и как-то еду сейчас и вот просто смотрю по улицам, что-то узнаю, что-то не узнаю. Вот я вспомнил только что, буквально подъезжал сюда, вспомнил замечательный фильм «Жмурки», который тут у вас снимали. Да. Один из моих любимейших фильмов был, вот «Макдональдс», «Встреча», там вот все вот эти вещи, ну смотришь, я честно говоря смотрю больше глазами киношника уже, вот тут совершенно неповторимая архитектура. Нижний Новгород – это клондайк для съемок кино и мне странно, что вас так мало снимает, очень красивый город в плане съемок. Ну что ж, будем надеяться, что после ваших слов обратят многие режиссеры на наш город свое внимание, но вы сюда приехали все-таки для мероприятий. Вячеслав, наверное, вам слово, что сегодня проходит, такие большие, такие серьезные гости, где, во сколько и что можно будет сегодня увидеть? Сегодня бои уже начались, ну опять же, проходят бои смешанного стиля, миксфайт. Бои сегодня начались в ФОКе на автозаводе, ФОК называется «Северная звезда». Там ребята проходят отбор для того, чтобы попасть сегодня на финал. Финал будет проходить 8 часов в клубе «Премиум». Сами соревнования, чему посвящены, может быть? Почему именно сегодня выбрана такая дата? Я не знаю, почему на сегодня, но это турнир для молодых бойцов, начинающих. Это шанс для того, чтобы проявить себя, для того, чтобы заявить о себе. Вот, и так как присутствуют такие гости, как Сергей Бадюк, как Джефф Монсон, то есть я считаю, что это очень сильно поднимает уровень этого мероприятия. И я, честно говоря, очень горд за то, что такие люди и такое мероприятие проходят здесь у нас, в Нижнем Новгороде. Вот, поэтому спасибо им за то, что они посетили. Спасибо вам, что зашли к нам в гости. Сергей, к вам вопрос. Вот вы спарринги между собой устраиваете с Джеффом? Я знаю, что вы такие друзья закадычные. Были у вас такие поединки между собой? Я так похож на самоубийцу, что... Друзья, Джефф профессиональный спортсмен, он чемпион мира, причем неоднократный максимум. Не, мы устраиваем периодически такие дружеские спарринги. Я могу... Джефф использует меня для разогревов, для каких-то таких вещей, но не более. They're just asking if you're sparring ever. I say, did I see like crazy man or not? No, just friendly, friendly, push-push. Только дружеские бои, да, проходите? Absolutely, да. Если говорить о вот Джеффе, трудно, конечно, с переводом, но все-таки знаем мы, что прозвище у него снеговик, а как он относится вот к русской зиме? Вот приехал человек, снега много. It's great question, you know. Your car is snowman. Everybody knows you like snowman. And how do you like Russian winter? I know, you told them about your shoes last day. Yeah, I came in in sandals yesterday, but I changed quickly. Он приехал, он обычно в шлёпанца ходит по улице на босу ногу. Он вчера ходил в шлёпанцах на босу ногу. Он презирает наше зиму. Можно ли спросить у Джеффа, знает ли он, как в России называют подругу снеговика? Do you know how in Russia we call the... Snow woman? No, 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 it's not girlfriend, it's not exactly... Why? Жена, наверное. Так, вы давайте, не разводите меня, внучка. Господи, grand daughter. How we call grand daughter of snowman in Russia? No, no, снегурочка. Джефф. It's very nice. At least, you know, we just said, at least you need снегурочка. Because you're a snowman. Девушки, вы нас слышите? Объявляем конкурс. Если вы услышали, то сегодня вы можете прийти на соревнование. Я думаю, что туда... Слава, есть ещё возможность попасть? Конечно, есть. Замечательно. И у нас замечательный снеговик в сланцах на босу ногу. Ну, эксклюзив, конечно. I made girlfriend from Russia. А Джеффа Монсона? I just said. Тогда, наверное, вдогонку вопрос тоже для Джеффа. Многие россияне, наверное, узнали в первую очередь Джеффа после боёв с братьями Емельяненко. Фёдора не удалось одолеть, у Александра выиграл. Не обидно ли Джеффу, что реванша с Фёдором не состоялась? It's very good question. Everybody interesting that you met with both Емельяненко. And it's a pity, but you lost with the Фёдор. It was hard. And everybody now sees that you have a plan for this fight. But it was your first fight here. And nobody... When it was, nobody understand that you have a plan. But after the fight with Александр, everybody understand you have a plan. And about you, about your... What's your opinion? Did you say... Did you think about revanche with Fёдор? And it's a pity that Fёдор stopped. Maybe you can make one more match with him. What do you think about this? Well, I think he's retired, for sure. I'm sure he just left. It's completely obvious. And of course, when you lose, you want to rematch, you want to fight. And of course, every real fighter, when he wins, he always wants to fight. It's a learning experience. I'll take what I learned from that fight into my future fights. And of course, it was a great honor to fight the legend. The best heavyweight of all time. It was a pleasure to be in the ring with him. And of course, it was a great honor to fight against the best heavyweight of all the people. And of course, he's a legend. Сергей, in the way, we have a question about the brothers of Emelianenko. I read your interview, I know that you're with Alexander Emelianenko. You're with a plethora of friends. And with Fédor, you know, because you're знаком, you're, at least, you're, 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 you're. Here are two brothers, two boys, one family, but they're different. What do you think about them? Who, by the way, is they're all-таки образцом for young people? Well, понятно, что образцом является Федор, конечно, в свете вот всех этих происшествий. Но я вам честно скажу, как-то я бы не стал на Сашу вешать такие уж ярлыки. У нас... Давайте обойдем этот вопрос. Он хороший спортсмен, и у каждого в жизни бывают различные периоды. Иногда стоит человеку подставить плечо, как бы, а не заниматься перемыванием костей. Я надеюсь, что все стабилизируется просто. Ну, так получилось. Я ни в коем случае не оправдываю Сашу, потому что он делал ошибки. Он за свои ошибки расплачивался, в том числе и лишением свободы. Но мы все люди, мы все делаем ошибки. Сергей, тогда позвольте обратиться к вашей биографии. Честно говоря, когда зашел на ваш сайт, очень меня поразила фотогалерея. Называется «27 лет с железом». Там ваши фотографии. Есть, да, да. С детских лет, как вы занимаетесь спортом, меня поразила метаморфоза, вот, собственно, с вашим телом. Вот, честно признаюсь, как удалось добиться, действительно ли никакой химии здесь не было? Я могу сейчас дать допинг-тест. То есть только спорт, только тренировки? Ребят, вы знаете, что я вам честно скажу? Спорт, тренировки, и самое главное, если вы действительно хотите всех поражать мускулатурой и рельефным прессом, вот как мой друг Джефф, это прежде всего питание. Чем старше вы становитесь, тем важнее становится то, что вы едите и сколько вы едите. Я очень много тренируюсь, но у меня очень жесткие ограничения по диете. Очень жесткие ограничения. Это все мои друзья знают. Я безумно люблю сладкое и периодически как бы устраиваю себе праздники, но когда еду к маме там, или когда я еду отдыхать, ну, отдыхать, тренироваться в Таиланд, то вот там, естественно, такой гастрономический тур у меня. Ну, это может, я могу себе позволять там, ну, два-три дня. А дальше все, дальше меня начинает так мучить совесть, что я снова перехожу на грудки куриные и салаты. Все-таки суровые будни спортсмена вы переживаете? А без варианта вы просто, я с Джеффом уже очень много мы ездим, везде как-то так получается, что мы пересекаемся. Вот свидетель вот у нас сидит в студии, который видел, мы сегодня обедали вместе, что кушал Джефф? Он съел кусочек мяса, салат, негрома, алкоголь. Настоящий, да, для спортсменов. Негрома, алкоголь, негрома. Он тысячу раз переспросит, я много раз заказывал для него в ресторанах еду, он тысячу раз переспросит, обязательно это с приправой, без приправы, чтобы не было никакого майонеза, никаких вот их. Он четко-четко понимает, что он может себе позволить. И сегодня его уже спрашивали о планах на будущем, мы давали интервью, вот чем вы помечтаете о чем-то. Он настоящий, вот это настоящий живой самурай, понимаете? Он говорит, я думаю только о следующем бою. Когда бой заканчивается, думаю о следующем. Раз уж перешли к таким вопросам, многие нынчегородцы прислали нам сегодня в нашу группу ВКонтакте вопросы, были вопросы и про мечты, и про будущие планы, как ваши, так и Джеффа. Но я бы хотел спросить, наверное, Джеффа в первую очередь, что его больше всего поражает в русских людях, вот если так можно выразиться. Джеффа в первую очередь, что вам больше всего поражает в русских людях, которые живут в русских людях? Ну, мой feeling, когда я пришел в русскую, мне пришел в русскую, когда я пришел в русскую, я был интересный, что здесь был очень тяжелый человек, Моё мнение менялось со временем, я уже достаточно много времени провожу в России, но однозначно это очень суровые люди, очень сильные, очень суровые, потому что он применил слово Харт, он имел в виду, по-английски можно перевести и как тяжёлая работа, и как суровая работа, то есть люди, которые прошли очень много испытаний, много работают, тяжёлые погодные условия, всё, а вот слово ТАВ, которое он сказал, употребляется в значении крутые, то есть сильные, суровые, готовые к борьбе люди В общем, настоящие парни Да, видите, да, я практически вам уже как лингвист перевёл Сергей, тогда к вам вопрос, вот спрашивают наши радиослушатели, самый главный совет, который вы получили в жизни, и от кого? От мамы, сынок, учись А если говорить именно, может быть, советы ваших наставников, спортивных учителей по единоборствам? Вы знаете, у меня, мне очень повезло в жизни, у меня очень много настоящих учителей было, хотя это большая редкость, но у меня есть два учителя, это Евгений Борисович Пономаренко и Хигаона Морио Сенсей, это мой учитель по каратэ, в основном, но мне везло на учителя, я у многих занимался, но везде вывод один, учиться и работать, работать и учиться Ничего другого вам не скажут, если вы хотите чего-то добиваться, то рецепт один, всё Ну и, наверное, в преддверии Нового года, всё-таки сегодня начинается официальная зима в России, с чем можно Джефф поздравить, это только начало, если можно переведить ему И, наверное, хотелось бы от каждого из вас услышать пожелания, вот что бы вы пожелали каждому без исключения человека, давайте начнём с вас, Сергей Друзья, я хочу вам пожелать в Новом году, который скоро наступит, мира и любви в семье, достатка, и самое главное, не забывайте своих родителей Позвоните им, прямо сейчас снимите трубочку, позвоните, скажите, мама, привет, я тебя люблю Не забывайте, родители, у вас всё будет хорошо Вячеслав, ваше пожелание? Я, как спортсмен, наверное, пожелаю всем крепкого здоровья, вот, потому что если человек здоров, если он хорошо себя чувствует, то он может добиваться всего, чего захочет, и он может сам себе пожелать, чего он захочет, и добиться этого, вот, поэтому всем здоровья в новом году Ну и от нашего американского гостя, если можно, пару слов тоже Друзья, скажите, какие роги для людей, которые наступали на радио, сейчас и что ты скажешь, в Новом году, что ты хочешь сказать, что люди, в Новом году, 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 в вашем идее I wish everyone a very happy and blessed upcoming year and remember to try to live a healthy lifestyle and sport like we talked about earlier today in the MMA fights, not just MMA, whether it's swimming or tennis or whatever, lifting weights, running, just try to live a healthy lifestyle and enjoy your families and appreciate them. With all the travel, I miss my family a lot and it makes me want them, want to be there more. So I think of when I'm here and I see people with their families, it makes me think, make sure you appreciate your children and the families you're with. Следите за своим питанием и самое главное, в конце он обратил внимание на то, о чем говорил я, что всегда помните о своей семье, потому что Джефф сказал, что он очень много путешествует по миру, это связано с его работой и когда он видит людей, которые приходят с семьями на турниры, у него просто сжимается сердце, потому что он вспоминает, ему очень не хватает его семьи и семья это самое главное, берегите друг друга. Спасибо вам огромное, что пришли. Если резюмировать, наверное, занимайтесь спортом, дорогие радиослушатели, семейного вам благополучия, не забывайте о своих родителях, о своих корнях, ну и мечтайте, как говорит Вячеслав Василевский. Спасибо вам большое, что пришли. У нас сегодня в гостях были актер, телеведущий, мастер боевых искусств Сергей Баюк, американский спортсмен, выступающий в смешанных единоборствах Джефф Монсон, а также четырехкратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. Если хотите получить автографы этих выдающихся спортсменов, то скорее к нам, Большая Печорская 33, вы еще можете застать этих людей здесь, они вам распишутся и что-нибудь пожелают. Спасибо огромное вам еще раз. Далее немного музыки, после этого информация. Здорово, город, оставайтесь с нами.